День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день. От души всем. Пусть будут и остальные дни в нашей жизни добрыми. Да, это сейчас очень важно. Вот я знаю, что именно на этой неделе вы, естественно, все сейчас заседания, в том числе и в Брюсселе, происходят удаленно. Участвовали в заседании регионального комитета Европейского Союза. Так, чтобы наши радиослушатели понимали, речь идет о представителях самоуправлений внутри Европейского Союза, что подчеркивает важность, наверное, для ЕС именно вот такого регионального аспекта. Может быть, об этом заседании, о котором, в принципе, наверное, большинству населения не было известно. О чем говорили, затрагивали ли тему пандемии? Давайте, может быть, начнем по порядку. Спасибо. Если вы позволите, то я буквально в двух словах вообще-то хочу сказать, что за организация и что за структура в европейской структуре власти Комитет регионов. Наверное, кто-то интересуется политикой и следит, в том числе и за развитием Евросоюза, помнит, что была попытка принять европейскую конституцию. И эта попытка провалилась неудача. В чем была главная причина, что европейские страны, народ, не поддержал такой проект конституции? В первую очередь, в том, что он предусматривал централизацию власти. Такая власть, как местная власть, избранная, практически не предусматривалась этой конституции. Но она предусматривалась, но роль ее никак не обозначалась. И после этого, после провала этой конституции, был принят Лиссабонский договор. И в нем уже совершенно точно в системе власти Евросоюза определено роль и место городских и местных советов. Из них создается такая структура, как Комитет регионов, без согласия которых ни Евросовет, ни Еврокомиссия не может двигать какие-то законопроекты, решения. И, в свою очередь, Комитет регионов может быть инициатором принятия решений, документов, законов, в том числе и масштабе Евросоюза. Ну вот, этот Комитет состоит из 350 до еще участия Англии и Объединенного Королевства в Евросоюзе с уходом. Количество несколько уменьшилось, 27 государств. Каждое государство имеет свою квоту. И, в том числе, вот один из представителей Латвии является я, который работает в этом Комитете. Теперь с 3 по 5 февраля действительно состоялась очередная 142-я сессия пленарная Комитета регионов. И если концентрировано сказать, какие были главные вопросы, которые рассматривались на сессии, это, в первую очередь, кахезия, субсидарность и пандемия. Конечно, были и другие о демократии и гражданских инициативах, пограничном сотрудничестве и много других важных вопросах. Но почему я обратил бы внимание и хотел бы привлечь внимание именно на вот эти мной названные три главных? Ну, во-первых, потому что в масштабе Евросоюза, кахезии, или, так сказать, выравнивая экономик во всем Евросоюзе, были предусмотрены в предыдущем периоде планирования значительные деньги. Это десятки миллиардов евро. Потом появилась новая программа защиты природы, и были очень влиятельные и очень сильные попытки сократить расходы на выравнивание развития экономики Евросоюза и направлять эти деньги на природозащитные мероприятия. Ну, потом пандемия внесли свои коррективы, и как бы эти вопросы ушли на второй план. Так вот, теперь напомнили на пленарном заседании, в том числе и комиссар Элиза Феррейра, которая отвечает за кахезию и субсидарность, она напомнила, что субсидиарность, как принцип вообще существования Евросоюза, предусматривает, что высшая власть при принятии решений, и особенно при введении жизни принятых решений, обязана консультироваться с сотрудничеством, с властью, которая находится ближе всего к людям. А вот, в принципе, это обозначает, что необходимо не только в национальном уровне, но и только на местном, но и на уровне Евросоюза держать эту тесную связь с народом. Решения, принимающиеся на самом верху, даже в таком масштабной организации, как Евросоюз, они должны основываться на поддержке, на понимании людей. И я почему об этом в первую очередь говорю? Потому что если последим за политикой нашего государства, с взаимоотношением самоуправления и центральной власти, то мы наблюдаем вообще-то такие социалистические тенденции, концентрации средств в руках министерств, принятие решений в правительстве, в парламенте, более назойливое самоуправление просто отстранить, ну а чтобы было меньше забот, сократить количество самоуправлений три раза. Таким образом, конечно, мы видим, ну, диаметрально противоположное движение в развитии и управлении государством у нас и теми установочными, основополагающими принципами, которые существуют в Евросоюзе. Извините, что такое долгое вступление, но я думаю, что это поможет нам понять лучше, о чем идет речь. Да, так чтобы закончить, может быть, именно вот ту часть, что касается денег, она, наверное, самая важная, естественно. Вот сейчас еще один механизм Европейский Союз задействовал, как мы знаем, это вот Евросоюзовский фонд оздоровления и устойчивости экономики, так он в переводе называется. В Латвии обещано минимум 1,6 миллиардов в качестве грантов, мы сейчас про кредиты не говорим, это отдельная тема, ну и я так понимаю, что сейчас возник такая вот публичная полемика между правительством и социальными партнерами, и профсоюзами, работодателами, которые говорят, ну что же, опять вы куда-то деньги пускаете на какие-то структуры, на какие-то закупки, где деньги уйдут. Ясно, что производителям того же общественного транспорта, не знаю, Германию, Францию, но только не для развития предпринимателей тех же регионов, рабочих мест в самоуправлениях. Что тут можно сказать? Да, ну, к сожалению, вынужден продолжить ту же тему. Если Евросоюз приглашается и настойчивая власть, высшая настаивает на тесную связь с местной властью, которая ближе к людям, и, следовательно, чем меньше расстояние от людей до власти и власти до людей, тем быстрее решение внедряется в жизнь. Это касается и внедрения средств. Эти же средства, которые предусмотрены для оздоровления экономики развития после пандемии, если останется в руках министерств, правительства, и лишь небольшая часть поступит децентрализованно ближе к людям, то будет и как в предыдущих периодах планирования Евросоюза с освоением этих денег, что в Латвии не осваивают в полном мере эти средства. Они доступны, но не освоены. И Евросоюз потом говорит, подождите, но мы вам давали деньги, вы их не освоили. Но что вы спрашиваете еще больше? Я думаю, что это такая, ну, самая глубокая, наверное, барьер какой-то. Не знаю, что за преграда, почему центральная власть в такой, ну, небольшой стране, вполне обосримой, как Латвия, не может доверять власти, которая стоит к людям, которая на и теснейшем связи с людьми, и тем более, что люди-то самоуправлением доверяют гораздо больше, чем министерство, но вот деньги из своего кармана выпустить, ну, никак не можем. Я не знаю, что нужно, чтобы этот барьер был преодолен, потому что практически реформа самоуправления, принятие решений по бюджету, они, я еще раз хочу сказать, это не потому, что мне не нравится, а потому что Евросоюз действительно опытные люди, институты, которые знают и понимают развитие экономики, но мы не передавая страна в Евросоюз, чтобы диктовать свои условия, что нет, вы там ошибаетесь, а вот у нас гораздо все лучше, тогда можно было сказать да, а вот надо, наверное, к нам прислушаться. Ну, сейчас-то все диаметрально наоборот, и поэтому есть опасения о том, что и эти средства, сейчас данные минуты, как раз Министерство финансов заканчивает работу по предоставлению плана, как эти средства будут расходованы, но и надо сказать, что там, по-моему, всего лишь 28%, которые напрямую, ну, и уходят какие-то проекты реализации, а 60%, по-моему, больше, около 70% централизованы. Да, вот еще один аспект, естественно, пандемийный, наверное, с точки зрения вакцинации, ну, если быть объективным, многие страны Европейского Союза испытывают проблемы вот с вакцинами, их явно недостаточно, каждая страна ЕС пытается как-то сама эту проблему решить, ну, Латвия, наверное, оказалась в числе тех стран, где, ну, практически вакцин нет, то, что сейчас пришло какое-то мизерное количество, даже возникла дискуссия, нужно ли было сейчас, насколько морально вакцинировать там первых лиц страны, но это, может быть, отдельная тема, если успеем, то ее тоже коснемся. Вот что здесь можно сказать, это какая-то проблема самого правительства Латвии или это общие вот проблемы Европейского Союза, отсутствие координации, очень медленная регистрация вот этих вакцин? Ну, я думаю, что знаменательно, что, по-моему, два дня назад президент Еврокомиссии Ван дер Лейен как раз говорила на эту тему, и она, надо дать честь ей, она признала, что действительно допущены упущения ошибки как планирование и создание этих вакцин, как их внедрение и поставки. И она называла, ну, констатировала факт, что ученые и научные институты, которые разрабатывали вакцину, им надо одеть должное, они работали эффективно и оперативно, и достаточно быстро создали продукт, которые необходимы. Но с точки организации производства, производственных мощностей, тут допущены серьезные упущения, потому что мы это видим, по-моему, главным, по результату. Нет этих вакцин в достаточном количестве. Она говорила и по поводу процедуры, ну, разрешительной, чтобы эти вакцины сертифицировать и дать, то она, ну, подчеркнула, что к этому вопросу надо, и в дальнейшем Евросоюз будет подходить так же скрупулезно, потому что это огромная ответственность. В организм людей, миллиарды людей вводятся вещества, и ввести то, за что никто не может отвечать, не будет отвечать, это нельзя. И я придерживаюсь тоже этой позиции. Но то, что вакцина на сегодняшний день нет, и, естественно, как бы мы ни говорили о равном праве, оно неоспоримо есть, но возможности, к сожалению, у всех не одинаковые, естественно, что страны с более высоким уровнем развития и влияния, они, конечно, получат больше и быстрее, а мы будем получать по мере поступления, и не столько, сколько мы на этот процесс влияем, а сколько являемся статистами или получателями по мере поступления. Да, ну, я думаю, наши радиослушатели прекрасно знают, что у вас большой опыт работы в госуправлении, естественно, военное прошлое. То есть вы понимаете, что такое работа с документами, как кто-то бы по этому поводу не елничал. Я к чему сейчас это говорю? Ну, вот было расследование совсем недавно, служебное в Минздраве, с целью вообще выяснить, кто же так вот спланировал, что в результате, когда у нас была возможность заранее договориться и заказать даже 800 тысяч доз вакцины в этот Pfizer, мы упустили такую возможность, заказали 100 тысяч, ну, было длительное служебное расследование, и выяснилось, что вот эти заседания, в которых перечислены должностные лица, там по 10, по 12 человек, действительно, там и ученые, и чиновники, и специалисты по вакцинации, не было никаких протоколов. То есть это просто удивительно. Люди заседают, официально заседание, они же не дома у себя там кофе пьют, и нет никаких протоколов. Это вообще было бы возможно, не знаю, если бы вы были руководителем, что заседания вообще не протоколировались. Просто обмен мнениями. Знаете, у меня есть хороший пример. Вот войск в Афганистан. Да. Если кто-нибудь хотел бы найти решение Политбюро по этому вопросу, то никто не найдет. Не найдет по той простой причине, что его никогда не было. То есть не было решения Политбюро? Ну, мы все дружно осудили старый режим и работаем по-новому. Но вот что удивительно. Опять же, ну, надо, говорит, брать в руки азбуку. Но в чем является основа управления? Ну, в мирное время, в таком, ну, когда все события идут планомерно, плавно, тогда, конечно, возможно, длительные заседания, создание различных советов, консультантов, конференций, семинаров и так далее, и так далее. Зачем правительство в нашей стране вело чрезвычайную ситуацию? Ну, вся азбука истории государственного управления, ну, не только Латвии, а вообще в мире. И почему вообще предусматривает такую ситуацию? Она необходима именно для того, чтобы изменить систему принятия решений и введения их жизни в стране в чрезвычайной ситуации, сокращая срок от принятия решения до его реализации. Следовательно, если введена чрезвычайная ситуация, то роль министра, премьера, президента, люди, которые уделены властью принимать решения, чрезвычайно высока. И практически только на их плечи ложится ответственность за принятие решений. Ни на какие комиссии, ни на какие советы, ни на какие комитеты и так далее, и т.п. Они же все создаются, извините за правдивое слово, для прикрытия задницы, а не для того, чтобы было качественное решение, за которое кто-то должен отвечать. И я должен сказать, что в Рижской думе эта тенденция теперь, ну, те же партии пришли к власти. Мы создаем кучу всяких комиссий для консультации. Ну, хорошо, это можно консультироваться. Но решение это принимать и отвечать за них должно должностное лицо и никто другой. Но вот именно отсутствие этого механизма ответственности и обязанности принимать решения в нашей стране и возможно. Вот чье решение? Как, по-моему, Райкин когда-то вступал. Это чье решение? Да ничье. А ваше мнение какое? А не такое, как ваше. Ну, примерно так, да. Буквально привемся. Оставайтесь на связи на минутку. У нас короткая реклама. Дай не стул. У нас на прямой связи. И сейчас продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какого-то стрелочника. Но вот найти конкретных виновных, что вот эти люди, им было поручено, они халатно отнеслись к своему обязанию, непрофессиональные и так далее, и так далее. Ну, для иллюстрации, маленький пример. Я сам был удивлен, прочитал, к моему, в Делфи интервью. Одно из самых первых. Мы создали этот бюро по организации этой вакцинации. И ее руководитель, симпатичный человек, не знаю, наверное, и достаточно грамотный. Но такая фраза у меня, ну, мне, как человеку, который всю жизнь занимался управленческой деятельностью и знаю, что такое ответственность, говорит, мы уже быстро, мы уже в течение недели, мы все спланировали по группам, по категориям, как будем проводить всю эту работу. Ну, осталось нам теперь консультации со специалистами. Ну, я чуть не перевернулся, ну, вверх ногами, потому что по моему опыту и пониманию даже планирования военных операций, когда, ну, тоже нет времени и надо быстро принимать решение, но все равно сначала идет консультация с специалистами, взвешивание всех предложений, принятие решений, только потом ты отдаешь приказы и начинаешь что-то дальше действовать. Почему у нас такое, вот это, ну, у нас целая теория в нашей стране существует между, ну, политической властью и чиновниками, и она построена на том, чтобы одних и других отделить от ответственности. Это абсолютно. Ответственность чиновники несет только в том случае, если меняется политическая власть, и он оказался поддержал или сочувствующий, или еще страшнее какой-то другой партии невласти, вот тогда он точно теряет должность и с ним, если нет причины его выгнать из должности, то найдут и выгонят. А ведь нормально, если ты человек, идешь на выборы, ты борешься за власть. Ну, следовательно, ты же, наверное, планируешь, если ты Каренч согласился даже не участвовать в выборах, но стать премьером, ну, ты же не можешь не понимать, что ты глава исполнительной власти. Следовательно, ты формулируешь задачи чиновникам, и ты чьи руками, какими инструментами, это твоя проблема. Ты руководитель, тебе принадлежит власть. Как ты задачу поставил, ты тогда и спрашивай ответственность, как она выполнена. Но если нет четко поставленной задачи без каких-то критериев, конкретных показателей результата, времени, объемов и так далее, ресурсов, то, наверное, и нет возможности спросить ответственности. И что очень бросается в глазах у нас, в отличие от других развитых стран, что у нас власть вообще-то больше работает на пиар, то есть на создание иллюзии деятельности. И люди, к сожалению, в основном в большинстве тоже оценивают деятельность властей, как красиво, ну, что-то преподносит, как оформляет, но не по результату. Ну, я думаю, что пандемия – это будет тот случай, когда, ну, люди будут просто вынуждены давать оценку по результату, а не по процессу. Да, вот вы уже правильно упомянули об ответственности премьера в том числе, ведь по большому счету поводов для отставки этого происшествия было несколько таких самых громких. Ну, вот провал кампании вакцинации самый яркий. Еще одна история – это, ну, катастрофическая ситуация в социальных учреждениях, я имею в виду пансионатор, где вот повально заражались тысячи клиентов-пансионатов, работники, и никто за это никакой ответственности не понес, даже не было отправлено в отставку министра благосостояния. Там ситуация назревала, но потом, видимо, пять коалиционных партий договорились, что друг друга кушать не будут, будут жить дружно, ну, и вот ничем это не закончилось. Знаете, когда накрыт богатый стол, по сравнению со всей окружающей средой вокруг, он на 4-5 рядов выше, так никто не хочет от этого стола отходить. Ну, пусть там кругом потоп, но я же добровольно не отойду от этого стола. И по такому принципу сегодня работают партии, которые создали вот эту коалицию, это правительство, нашли такого президента. Они-то получают тысячи ежемесячно. Независимости, тут все люди умирают или танцуют. Ничего на их состояние не влияет. И кто же добровольно будет проявлять принципиальность или даже сам скажет, я понял свои ошибки, так нельзя продолжаться. Общество так не может жить. Мы подводим людей. Ну, должно быть какое-то чувство ответственности, сказать «все, мы должны уходить, надо находить новые решения». Нету таких сегодня людей. Да, по поводу последовательности тех или иных действий пандемии, тоже, наверное, отдельный разговор, но вот тем не менее, вчера правительство, как обычно, заседало по 7-10 часов, но приняло, я так понимаю, одно решение отменить комендантский час. Как мы помним, он у нас был с пятницы на субботу, с суббота на воскресенье, с 22 до 5 утра. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете ли вы такую инициативу, которая была одобрена в итоге? Пусть и не сразу, вот министр внутренних дел. Ну, во-первых, уже становится, так сказать, анекдотичным время проведения не только каких-то там творческих групп, комиссий, комитетов, я не знаю, консультационных и так далее, я понимаю, семинары, конференции, они могут и весь день идти. Но власть, вообще-то это не дискуссионный клуб, власть должна обсуждать и принимать конкретные решения. То есть, если правительство собралось для того, чтобы принять решение отменить комендантский час, то все для этого принятия, для этого решения, все должно быть подготовлено и уже обсуждено. И, следовательно, ну, что полдня или целый день или еще и ночь прихватывают, о чем говорить? Это является ярким примером неумения и некомпетентности. Больше ничего. И попытки рассказать, ну, я понимаю, что тем, кто ничего не понимает в управленческой деятельности, может казаться, что это пример очень тщательного, очень тщательной работы. Нет, это пример неподготовленности принимаемых решений. А то, что, ну, пятницу есть возможность сказать людям, что суббота, воскресенье вы уже не будете под домашним арестом. Ну, что же, это хорошая новость для пятницы. Я поздравляю всех. Да, это действительно. Но самое главное ведь, насколько я понимаю, да, есть те, которые игнорируют всякие ограничения. Это, наверное, всегда есть в любом обществе люди, там, кто-то даже почитал, что процентов 10, которые не признают никакие ограничения. Кто-то даже отрицает там наличие ковида. Я говорю, что это отдельная тема. Но вот мне кажется, что когда власть вводит те или иные ограничения, они должны иметь какую-то логику и здравый смысл. Ну, мы помним всю эту эпопею с запретом на продажу тех или иных товаров, когда ты заходишь уже в магазин все равно. Тебе говорят, вот этот товар ты можешь купить, этот товар ты не можешь купить. И никто не может объяснить, а как это вообще связано с пандемией. Там, не знаю, вирус ополчился на нижнее белье или на раболовецкие принадлежности, или на носки. Да, теперь обратный процесс. Вдруг сказать, что можете покупать все в тех магазинах продуктовых, которые есть, но вы должны стоять на улице, мерзнуть минус 20 и ждать ваши корзинки. Ну, я тоже не очень понимаю логику. Вы понимаете? Я понимаю одно, о чем я уже чуть выше сказал, что главный смысл работы нашей политической власти это пиар. Это как бы хорошо выглядеть. Никогда, вы помните, я не слышал никогда ни одного человека, министра премьера, которые получили власть эту. Большую поддержку людей, маленькую, но получили. Стали у власти. Я никогда не слышал, что они бы сказали, это мое решение, я это буду вводить в жизнь. По-моему, пожалуй, только министр внутренних дел иногда такую лексику приминает. И он на самом деле и делает. И люди могут судить, это хорошо или плохо, но он не знает, что это так решил, так думает и так делает министр внутренних дел. А остальные, есть мнение, вот как у Райкина, но это проблема. Второе, но нынешнего правительства, проблема вот с пандемией, что ее нельзя списать ни на калвитисового правительства, ни на какое-то другое правительство. Вот это сто процентов ваши проблемы. И если в латышской политике последних 10 лет уже можно совершенно точно сказать, что главная риторика политиков, стремящейся власти, есть очернение тех, кто работал до них, то вот и есть теперь возможность убедиться во второй половине этой теории и практики, что если твоего ума хватает только для того, чтобы ругать своего предшественника, то это есть полный показатель того, что у тебя самого в голове нет никаких ясных решений, планов, что же делать. И я-то помню, не знаю, корови моложе, может быть, не помнят такой лозунг, мы разрушим все до основания и на развалинах построим там новый мир. Но вот этот новый мир, который таким образом решили строить, он развалился полностью и окончательно. И я удивляюсь, как поколение вот нынешней власти действует стопроцентно вот так, софтдеповскими методами. Ну, люди добрые, милые, ну давайте как-то смотреть на результаты, на продукт деятельности власти и так оценивать их. Да, вот я помню, что предыдущую Рижскую Думу, последствия распущенную, обвиняли в том, что она практически не взаимодействует с оппозицией, игнорирует оппозицию. Но сейчас у вас есть возможность и работать в этой Рижской Думе и уже больше, чем 4 месяца прошло, да, намного больше, чем 100 дней уже эта новая власть в Риге отработала. Есть ли взаимодействие вот этой правящей коалиции, оппозиции, поскольку вы так оказались, так можно сказать, вот как раз вот в оппозиционном лагере? Что вы вообще наблюдаете? Нет ли сведения политических счетов? Ну, сам мэр Риги уверяет, что если происходит какая-то там реорганизация или освобождение тех или иных чиновников, то то не по политическим мотивам, а чисто по профессиональным. Ну, чтобы ныне избранного человека на должность председателя Рижской Думы назвать мэром города Риги, думаю, что надо немножко поработать и что-нибудь доказать. Это вот тот яркий пример, когда распуск Рижской Думы произошел не по тем причинам, которые сейчас и правоохранительные органы вынуждены признать, но и сама жизнь уже это показывает, что причины крылись именно в политике и том, что правящие партии в правительстве оказались в меньшинстве Рижской Думы. Это терпеть не хотели и делали все, чтобы не дать работать избранной Рижской Думе. И это им получилось. К сожалению, появились и предатели партии Согласиев и оказались мы в меньшинстве. И произошло то, что произошло. Ну, с точки зрения общества, Рижан, можно было бы сказать, ну и что, хорошо, есть новая власть, пусть она работает. Может быть, на самом деле она будет работать успешнее, лучше, эффективнее. Но посмотрим с первых дней, что же происходит. Первое заседание после избрания, ну, нужно избрать мэра. И после избрания мэра надо избирать еще трех заместителей и заместителей и председателей комитетов, в том числе оплачиваемых. И предлагается обсуждать этот вопрос. И вопрос докладывать предоставляется начальнику юридического управления. Спрашивается, ну, неужели начальник, главный юрист Риги, вдруг придумал такую политическую реформу? Ну, любой здравосмыслящий человек понимает, что это не так. Да, что это политики придумали, правда. Почему тогда политический лидер не встает на трибуну и говорит, что я решил, или наша коалиция решила, и я, как избранный председатель, предлагаю то-то, то-то, то-то. Ну, думаю, ладно, первое заседание, опыта нет, дальше пойдет по-другому. Смотрим бюджет, то же самое. Он вроде бы как не этой власти бюджет, это Финдеп придумал такой бюджет. Смотрим реорганизацию, кто ее придумал. Опять же, на трибуны не выходят те, которые уделены властью, которые должны четко сказать людям, вот так мы решили, и за это я буду отвечать. Нет? Подполье? Стыдно? Да, ну что ж, будем надеяться, что, может быть, ситуация как-то улучшится, еще впереди этой Рижской думе работать более четырех лет. Может быть, такой последний вопрос. Видите ли вы какие-то изменения, надвигающиеся изменения политические в свете выборов? Так, у нас что-то, я смотрю, произошло со связью, да? Да, к сожалению, не удалось нам договориться с нашим гостем, но вот так бывает, когда все это происходит посредством социальных сетей. Ну, что-то произошло, зумом вышел наш гость из эфира. Тогда мы прервемся, наверное, на музыкальную паузу, потом новости, потом следующие два эксперта у нас будут на прямой связи. Надеюсь, нам удастся за это время устранить какие-то технические проблемы. Не переключайтесь. Вы слушаете Радио Болткома. Сердечный выбор в магазинах Максима. С картой полвес впечатляющие скидки дольше. В магазинах Максима с 28 января яйца Лиэлла с Брокосту Балтикова. Категория А размер Л 10 штук. 1 евро 29 центов. Куриное филе охлажденное и фасовано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова